Это УШУ. Участники показывают как индивидуальное мастерство, так и синхронную командную работу. Владимир Паркин в черном. Ему 10-1,5 года занимается в школе единоборств. Говорит, что за это время достиг определенных успехов. Шест, меч, 32 формы черцевань, 20 формы черцевань, еще 16 формы черцевань. Мне нравится ходить, это мне подходит. Я как бы такой боевой, у меня память, во-первых, хорошая, я лучше все могу быстро все выучить. За эти медали и кубки соревновались более ста юных анапчан. Это не спортивное состязание в привычном смысле, а именно фестиваль. Судьи оценивают показательные выступления на технику и зрелищность. Это выступление вне конкурса. Казаки – сорганизаторы фестиваля. Мы хотели подчеркнуть и посмотреть, чем наши дети сегодня занимаются в Анапе. Какой вид спорта более популярный, более актуальный для детворы. Ну, вы сами сейчас видите, что происходит. Люди смотрят, аплодируют нашим деткам. Мы рады, что наши дети все-таки занимаются спортом и прославляют наш город-курорт. Само мероприятие, можно сказать, придумал директор 5-й спортивной школы Александр Ким. Около полугода шла подготовка. По замыслу организаторов, фестиваль должен стать агитационной площадкой за спорт. Мы решили показать тот потенциал, который существует в нашем городе. Раскрыть внутреннее содержание тех федераций, которые известны здесь в городе. И, может быть, этим самым привлечь наибольшее количество людей, которые хотят присоединиться к нам. Идею проведения фестиваля поддержали в городской администрации и Совете депутатов. В перспективе планируется поднять статус мероприятия до краевого или всероссийского уровня при поддержке региональной федерации боевых искусств. Это будет определенный статус присвоен данным соревнованиям. И мы будем иметь право приглашать со всей Кубани, со всей России для участия в нашем фестивале. Подготовится соответствующая документация. Федерация работает над этим непосредственно. Ким Александр работает над этим вопросом. Организаторы отмечают, что у Анапы уже есть опыт проведения соревнований самого высокого уровня. А сам город-курорт – один из лидеров в регионе по числу занимающихся единоборствами. Уже следующий фестиваль станет открытым. Принять участие в нем сможет любой желающий.